От малышей до старшеклассников в санатории имени Ленина отдыхать и лечиться приезжают дети в возрасте от 3 до 14 лет. Процедуры начинаются с самого утра. Кислородный коктейль, ингаляция, лечебная физкультура, солевая терапия помогают укрепить здоровье. Питание в санатории диетическое в зависимости от показаний, которые есть у маленьких пациентов. У нас достаточное количество свежих овощей, свежих фруктов, затем мясные и рыбные блюда в зависимости от показаний от диеты. Подчас дети очень благодарны. Выходишь в зал, они так все дружно кричат спасибо. Парам, конечно, это очень приятно. Санаторий находится на территории Мещерского национального парка на стыке климатических зон, заливных лугов и реликтового соснового бора. Как уверяют врачи, один только воздух оказывает мощный укрепляющий и оздоравливающий эффект. Пока мальчики играют в футбол, девочки болеют за свои команды. Друзей очень много, атмосфера здесь очень хорошая, очень вкусно кормят и здесь вообще все очень замечательно. На соседней площадке творческая мастерская. Один из отрядов рисует. У нас очень интересные рисунки. Мы рисуем горы, там, где мы бегаем, прыгаем. В общем, всю нашу жизнь. Санаторий работает круглый год. Для того, чтобы дети и лечились, и учились, есть школа на 150 мест. В ней ведут занятия для учеников с 1 по 8 класс. Каждый ученик имеет свою индивидуальную программу и траекторию обучения. Во время учебного дня, согласно здоровью сберегающим технологиям, педагогами школы проводятся динамические паузы, флешмобы, что очень нравится детям. В этом году в санатории имени Ленина откроется новая смена. Приезжать сюда отдыхать и лечиться смогут дети с родителями. В сентябре начинает работу отделение «Мать и дитя». В этом отделении ребенок будет получать санаторно-куротное лечение в сопровождении взрослого, то есть родителей или законного представителя. В этих условиях ребенок будет ощущать себя более комфортно, более защищенным. Пока это только эксперимент. Если он окажется удачным, один из корпусов, рассчитанный на 20 мест, отдадут таким пациентам. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».